МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Тема сегодняшнего нашего разговора – фиброденом и жизнь после операции. Итак, у вас нашли фиброденом, вам выполнили секторальную резекцию опухоли, сняли швы, выписали из больницы. Результат вопрос – что делать дальше, как жить? И здесь стоит сказать, что нужно будет сделать достаточно много, приложить определенные усилия, потому что наличие фиброденома в анамнезе не исключает, риск ее возникновения снова. Потому что есть причина, одна или несколько, есть следствие. И нужно начать с поиска этих причин. Фиброденом – это доброкачественное гиперпластическое образование, и важное значение в ее возникновении имеют гормональные нарушения. Первым этапом в плане обследования и поиска причин является комплексное обследование у гинеколога. Необходимо выполнить УЗИ моего таза, пройти осмотр и при необходимости сдать анализ крови на скрытые инфекции. Далее необходимо обследовать щитовидную железу. Это включает в себя УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны ТТГ и Т4. Далее также необходимо сдать анализ крови на некоторые половые гормоны. Какие? Необходимо консультироваться по данному вопросу с гинекологом или маммологом. Со всеми этими обследованиями необходимо обратиться на прием к врачу-эндокринологу. Далее, следующим этапом в обследовании является обследование желудочно-кишечного тракта. И тут необходимо и важно оценить фунгусы печени и желудочно-кишечного тракта. В плане до обследования имеет смысл сдать биохимические анализ крови и КО-программу. Если вы страдаете вегетососудистой дистанции, необходимо получить консультацию врача-невропатолога для ее коррекции. Теперь немножечко остановлюсь на мероприятиях для профилактики возникновения фиброденома и прочих патологических изменений в молочных железах. Первое. Соблини-диеты. Под этим поднимается употребление большего количества растительной пищи, продуктов с малым процентом жирности. Второе. Соблюдение обводного режима дня. Употребление полутора-двух литров жидкости в сутки. Третье. Организовать режимный, то есть отдых и работа. Четвертое. Ограничить им гормональных препаратов. Пятое. Порядочить половую жидкость. Шестое. Избегать абортов. Седьмое. Профилактировать стрессы и проводить современную коррекцию явлений стресса. Ну, под этим понимается примем фитопрепаратов, массаж, ароматерапия, музыкотерапия и прочее. Восьмое. Это регулярно выполнять дыхательную гимнастику на достижении баланса активности нервной системы. Девятое. Беречь грудь от травм. Десятое. С профилактической целью употреблять комплексные витаминные препараты, особенно весенний и осенний период и зимой. И одиннадцатая. С профилактической целью употреблять мастопатийные сборы весенний и осенний период. Ну, а теперь, как обследовать грудь после операции. Первое. УЗИ молочных желез необходимо выполнить через 6 месяцев после оперативного вмешательства. С самообследованием молочных желез необходимо проводить ежемесячно в первую фазу цикла. Ну, теперь немножечко про особенности течения послеоперационного периода. Ну, область рубца определенное количество времени остается уплотненной. И это нормально. В течение нескольких месяцев после операции структура восстанавливается. Поэтому не нужно мазать область рубца мазями, прогревать их и так далее. Организм сам восстановит все возникшие изменения и приведет эту структуру в норму. Рубчик после операции остается, но в случае косметического шва он мало заметен. После операции у вас нет ограничений по времени нахождения на Солнце. Вы можете посещать солярий, баня. В принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Проходите по ссылочкам в социальные группы. Ну, а мы, как всегда, увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»